Добрый день, уважаемый Александр Григорьевич! Мы рады приветствовать вас на нашей гостеприимной Гродненской земле. И, встав уважение, примите эти цветы. Спасибо большое. Вот вам, минские цветы. Благодарим за чистое время. Ну, собрал камни? Здравия желаю. Очень много, процентов 60 собрали. А 40? А 40 еще собирают. Возле островца очень много. Ты же взял на контроль. Я был там. Мобилизовали все силы. Учебное заведение из промышленных предприятий. Ты понимаешь, что поломают технику? В комбайн попадет, комбайна нет. Полмиллиона долларов. На ваши замечания трагировали целой страной. Это опорная клиника будет. Она будет обслуживать еще жителей Гродненского, Щучинского и, в какой-то мере, Берестаевского района. Здесь рядом с объездной дорогой. Здесь хорошее транспортное сообщение, как с центром. А сколько километров? Да, Щучина 60. Это в золотой час укладываемся. Но здесь объездная дорога соединяет два самых густонаселенных и быстрорастущих квартала. Ольшанка и Грандичи. Фактически у них скорость доезда это порядка 15 минут, что очень хорошо. А там 65 тысяч в одном, 70 тысяч в другом. Добрый день. Ну, как все дела? Работаю. Работаю над тем поручением, которое вы дали. На сегодняшний день по всем тем направлениям работа ведется. Создана рабочая группа, анализируется и уже делаем предложение. По контексту, связанному с ценообразованием, по кадрам проведено распределение. В этом году распределение в основном было направлено в районы и на сельскую местность. То есть в этом отношении все ваши поручения исполняются. Владимир Степанович помогает или он в стране? Владимир Степанович помогает. Мы с ним на постоянной основе анализируем те вопросы, которые возникают. Это вопросы аккредитации, это вопросы диспансеризации. То есть на сегодняшний день у нас рабочие отношения выстроены таким образом, что я могу обратиться за совет. В Минздраве никто там не мешает? Или рабочий коллектив, или надо там ремонтировать что-то? Уважаемый Александр Георгиевич, на сегодняшний день и в этом направлении в самое ближайшее время вам будут предложены кандидаты на изменения лиц, которые работают в Минздравоохранении. Ну, если ты не поплывешь по течению, а как караник будешь жестко курс держать, работа будет в здравоохранении. Я тебе говорил, что там у нас реперных точек много, кланов предостаточно, любят поплавать так, как удобнее, начальника обслужить. Вот она кого обслуживает? Я говорю, что Владимира Степановича, если бы он больной был, то он здоровый, слава Богу, помощник тоже здоровый. Все крутятся, ну, что мне тебе объяснять? Ты это проходил. Поэтому надо сделать медицину, ну, как у нас раньше говорили, народной. Всем доступной, одинаково. Ну, конечно, караника надо лечить лучше, потому что она отвечает за целую область и так далее. Вот так полушутя полуобразно. Ну, порядок там надо наводить. В короткой ситуации в области. В 2023 году область вышла на траекторию устойчивого роста. В РП 106,6% к уровню 22-го года. Выросла за счет как промышленности. Рост почти 14%, так, несоверное неприятное погодное условие. 4,5% это было сельское хозяйство. Нам очень приятно о том, что это отразилось на улучшении благосостояния наших людей. Рост номинальной заработной платы более чем на 18%, а также на совокупных поступлениях доходов в консультированном бюджете области. Это позволило не только выполнить все социальные обязательства, взятые на себя государством, но существенно увеличить ремонт дорог, капремонт жилфонда, перекладку сетей для того, чтобы опережающими темпами решать имеющиеся проблемы. За 2 месяца 2024 года мы констатируем сохранение положительной динамики, но мы прекрасно понимаем, что дальнейшее развитие региона невозможно без инвестиций. Поэтому в рамках районской области реализуются 114 инвестпроектов. В рамках вашего поручения 1 район 1 проект, на 17 районах утверждено 21 проект. У нас и продолжается реализация проектов. Это и касается здравительного центра в Слониме. Это школа в Кировомайске в Лидском районе сдана. Это продолжение строительства онкодиспансера, развязки в Лиде. Чем обусловлена необходимость возведения этого объекта? Вторая городская больница располагается в центре города. Один из зданий комплекса это старый Бернардинский монастырь 1870 года постройки. Один корпус 69 года постройки. В 1986 году корпус, который проектировался как общежитие, был перепрофилирован в больничное учреждение. Да, медперсонал очень заботливо относится к этой больнице. Сказать, что там есть нарекания на санитарей нет. Но есть ограничения, связанные с узкими коридорами монастыря, узкие коридоры общежития. Невозможно сделать современный покой. Мы оттуда забираем. Да. То есть здесь нет возможности, где развязываться. Мы отсюда забираем больницу. Это будет передано городу. Учитывая недалеко от центра, я думаю, это будет вовлечено. Но может передано, не передано. А может на этой базе, наша хорошая база, там что-то сделать или общежитие, еще чего-то. Может быть гостиничный комплекс, поскольку у Гродно очень туристические привлекательности. Если потребность нужна, аккуратненько провести в порядок. И плюс, вы правильно отметили, онкодиспансер завершается строительство. Он строится на базе третьей клинической больницы города. В Гродно, соответственно, мы две больницы объединяем в это современное медицинское учреждение. И набор отделений здесь отвечает вообще опыту, полученному в COVID и демографическим изменениям у населения. Основная направленность, это как можно более ранее диагностика хронической патологии, чтобы мы меньше меняли суставы, а чаще начинали. Строитель обещает в течение трех лет. Пока ориентировочный срок строительства 50 месяцев, 52 ориентировки. Ну хорошо, но это долго. Что тут простое здание? Если где-то усложили, давайте пересмотрим. Ну если тут излишество, давайте упростим, но построим за два года. Этот год и следующий, и к Новому году подарок. Мы очень активно работали с проектантом, я лично подключался. Она спроектирована с опытом действительно пандемии и всех ваших требований по отсутствию изысков. Коэффициент полезной площади здесь 84%. Здесь действительно излишеств нет. Отлично, знаешь, за два года мы должны построить. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Я только что сказал, если кто-то думает, что Гродно – это чужой чей-то город или не совсем белорусский, забудьте. Гродно – это наша страна, наша земля, наш город. Ни миллиметра мы никому здесь ничего не отдадим. Но если кому-то плохо, сложно здесь, так мы же никого не держим. Жаль, конечно, что некоторые уезжают, но мы никого не держим. Но я помню, бывший мэр Гродно ехали в автомобиле пару лет назад. Я говорю, ну вот люди у тебя уезжают, что-то тут не так. Он говорит, Александр Григорьевич, уезжать-то они уезжают. А вот дословно зубок вылечить, они к нам едут. Там дороговато. Ну-ка, я должен вам сказать, что мы урегулируем сейчас этот вопрос. Не глядя там на президентские выборы, электоральную кампанию, мы урегулируем. Потому что вы должны понимать, что они зубок приезжают сюда по дешевке лечить и прочая болезнь за ваш счет. Налоги-то вы платите, как физическое лицо, и предприятия ваши тоже платят налоги. Они приезжают по дешевке подлечиться. И вот с министром мы только что говорили по поводу здравоохранения. Может кому-то здесь не понравится, я все слышу. Там полторы единицы не хватает врачей, там медсестры не хватает и прочее. Хочу врачам сказать уже сегодня публично. Мы пережили с вами так называемую пандемию, которая вылилась в коронапсихоз. Чуть с ума не посходили. Мы прошли ее достойно. Вот человек стоит, который был рядом, когда мы рванули. Единственное в мире мы пошли этим путем. Плохо, хорошо, но сегодня вывод один. Если бы мы этим путем не пошли, нас бы не существовало. Нас бы не было. Мы не разбрасывали деньги с вертолета, потому что их не было реальных. А печатать, напечатаешь, завтра никому белорусские рубли наши не нужны. Это же не доллары, они там печатают по всему миру. Расходится, инфляция все съедает. Они воюют и неплохо живут. Мы еще не достигли такого качества белорусского рубля. И, наверное, не достигнем. Нет той мощи, нет исторического такого прошлого и так далее. Мы пошли своеобразным путем. Мы сейчас видим, что мы не ошиблись, что мы правильно пошли. 90% здесь стоящих тогда меня не поддерживали, не понимали. Ну, это ваше право, ваше дело. А мне надо было делать. А он шел рядом и выполнял то, что надо было сделать. Поэтому мы шли своим путем. Я говорю, надо врачам помочь. Трудную минуту работают, боятся там и так далее. Пойдем с тобой по палатам, по реанимациям и так далее. И новый министр пришел. Ходили мы, показывали людям, что мы не в стороне. Он предложил доплаты. Вот он сегодня признался. Он не ожидал, я ему в два раза увеличил. Давайте врачам дадим. Ну, а потом же, знаете, люди такие. Вот, Александр, мы тут платили, аж сейчас пандемия закончится. Уже врачи не рады были, что пандемия уходит. Я говорю, ладно, оставим это врачам. То, что мы им отдавали в пандемию. Люди у нас, опять же, такие. Прошло время. Все это забыто. И многие говорят, вы знаете, врачей не хватает. Медсестер не хватает. И зарплата как-то маловато. Ну, слушайте, ну сколько зарабатываем. Я же себе это не забираю. И Владимир Степанович не прячет здесь. Мы стараемся вам помочь. Но если не хватает, это благо. Значит, врач должен работать за соседа хотя бы наполовину. За медсестру. Зарабатывайте. Получайте эти деньги. В противном случае, скажу непопулярно, как только что говорил начальникам, все хотят у нас работать как в Беларуси, а зарплату получать как в Америке или на Западе. Так, родные мои, там половину зарплаты уходят в налоги. Вам это надо? Нет. Там платное здравоохранение, образование. Вы хотите это? Пожалуйста, не вопрос. Вот мы с Каранником, если вы хотите, в Гродненскую область у нас хорошая область, передавая, мы до конца года переведем вас на польскую систему, европейскую. Вот пальцем ткните, и мы вам обеспечим это. Но тогда все за себя. И вы посмотрите, сколько бомжей будет у вас, сколько под забором будет валяться людей, сколько умирать будут. Деньги есть, лечим, нет денег, до свидания. Мы не можем принять такие принципы и такую политику. У нас социально ориентированное государство. Я знаю, что такое простой человек, а это половина наших людей. Мы постепенно, постепенно, даже вы не замечаете, порой идем в этом направлении. Заработал? Хорошо. Не заработал. Почему ты должен жить за счет других? Но это не сразу. Этот принцип столетие пройдет, когда он внедрится. Может, наши дети еще не освоят. Ну, как я понимаю. Может, кто-то вам предложит другой вариант. Но в жизни так не бывает. Поэтому врачей у нас достаточно, медсестры у нас прекрасные, достаточно их. Надо им заплатить. Вот элементарно, даже кто-то рядом со мной работает, сейчас там вместо троих один человек работает. Я говорю, ну заплатите двойную зарплату этому человеку. Он, может, и не захочет второго и третьего взять. Заплатили. Говорит, не надо, я сама или сам справлюсь. Я говорю, ну и хорошо. Мы что теряем? Мы, наоборот, выигрываем. Но и не забывайте, зарплата зарплаты. А если не будет вот этих храмов, если не будет оборудования, мы людей лечить не сможем. Поэтому зарплата – это копейки по сравнению с тем, что мы будем вкладывать вот сюда. И особенно оборудование. Но это я так отвлекаюсь от сегодня праздничного дня на злобу. А день-то сегодня особый, торжественный. Мы не просто возводим новое здание, мы вступаем, можно сказать, философски в диалог с новыми поколениями белорусов, с теми, кто придет после нас. И в целом все, что создано, построено и модернизировано нашими руками за годы независимости, это наше послание в будущее. И вот тут оно, не только капсуле в этой. Вот эта стройка, это послание в будущее. Кто его знает? Смогут ли наши дети еще так, как мы? Никто не знает. Особенно в это бурное, непонятное время. Мы хотим, чтобы белорусы жили, заводили семьи, учились, работали, отдыхали в красивых, уютных, комфортных городах и селах. Делаем все, чтобы у каждого была возможность получить прежде всего достойное образование. Слушайте, я советский человек, я не помню, чтобы такие условия были для поступления детям. Вот я один вуз, второй заканчивал. Ну там, туда сегодня поступить без проблем. Я поступал восемь с половиной человек на одно место. Без всяких проблем. Целевые направления, еще какие-то. Что мы только не делаем, чтобы поддержать простого человека. Если он в школе нормально учился, он может поступить, ну может быть, не в любой вуз, но больше половины вузов. Сделали все для этого. Это не чиновничьи какие-то вузы, это не по блату ты туда придешь и поступишь. Что мы только не делали по этим экзаменам, инцентрализованное и смешанное и прочее, чтобы выудить лучших детей. Но если ты в школе прогулял, и мама с папой тебя не надоумили там, ну вы уже на меня не обижайтесь. Мы не можем такого человека в вуз взять, потому что это будет плохой врач. Поэтому все сделали для того, чтобы выровнять эти отношения, чтобы люди меньше обижались. Да они как-то уже и не обижаются на то, что мы плохо работаем в сфере образования. У нас прекрасные ребята, девчонки, студенты прекрасные, специалисты молодые. Ну в противном случае их бы не хватали, не тащили к себе ни соседние, наши поляки, немцы и так далее, где только наши люди не работают. Поэтому мы делаем все, чтобы у вас была возможность. А если есть возможность, дальше уже надо шевелиться самим. Мы созидаем порой не благодаря чему-то, а вопреки жизненным обстоятельствам. Вы представляете, какие трудности нам приходится сейчас преодолевать. Я, конечно, правительству, чиновникам, запретил говорить о санкциях. Я исходил из простой логики, сегодня могу сказать. Если начальнику, чиновнику, директору предприятия дай возможность отвертеться от того, чтобы напрягаться и работать, он этим воспользуется. Поэтому я сразу сказал, санкций нет, забудьте. Для вас санкций нет. Какая разница нашим людям? Есть санкции, нет санкций? Они хотят жить. Они хотят работать. А время выбрано начальниками нас. И мы должны сделать все, чтобы наши люди жили, работали, ну и могли содержать семью, своих деток. Деткам надо тоже шевелиться, надо детей приучать к труду. Один из примеров. Я поручил пятеро детей дом. Мы можем это сделать. Да, немножко дороже и прочее. Из чего я исходил? Думаю, ну если пятеро детей, это непросто обеспечить семью. Думал, огород будут вас сделать и прочее. Слушайте, я тихо вечером подъезжаю к этому дому и смотрю, бурьян вокруг. Бурьян. Так зачем я строил вам дом? Зачем я вам 25-30 соток этой земли нарезал? Ну, давайте правде смотреть в глаза. Я тут не заигрывать к вам приехал. Как я часто говорю, я уже человек уходящий, вам придется еще работать, особенно молодежи. Не будем вкалывать, погибнем. Другого нет пути. Труд еще не нашли возможность чем-то заменить. Вот как хотите меня понимать. Главная возможность. Государство должно предоставить возможность. Ловить рыбу. Вот вам еще и удочку помогали дать. Ну, вы ловите. Забота о детях, внуках, всех, кто продолжит наш род, всех, кто придет после нас. Суть сегодняшнего момента и суть идеи сегодняшнего мероприятия. Конечно, через каких-то 50, может, 100 лет, учитывая развитие информационных технологий, о нас с вами все будут знать, и даже больше, чем мы с вами о себе знаем. Это умеют делать. Но будет ли это знание истинный? Увидит ли белорусы будущее в массиве информации наше истинное намерение? Поэтому мы и оставляем здесь послание. В нем наши искренние надежды, и все они предиктованы стремлением к миру и созиданию. А само это событие еще послание нашим соседям. В очередной раз говорю об этом, потому что это актуально. Мы ведь сейчас тоже копаем землю. Он нарыли сколько? Они тоже. Мы копаем землю, как и они, совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи, против танков и прочь. Увеличивают расходы на ударное вооружение. А мы здесь две трети, две трети бюджета региона направляем на социальную сферу. Мы хотим построить свое мирное будущее. И мы настроены только на созидание. Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне. Я же об этом говорю откровенно. Хочешь мира, готовься к войне. Не я придумал. Это очень правильно сказано. Поэтому мы готовимся к войне. Если оттуда кто-то подвывает и нас критикует, знайте, мы делаем правильно. Если там нас начнут хвалить беда, мы никому ничего не угрожаем. Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту, дай Бог, обработать, чтобы камней меньше было. Дело не в том, что куча камней на поле. Это плохо, но не это главное. Этот камень через месяц-два будет в комбайне, а комбайн стоит полмиллиона долларов. А еще хуже. Посеяли азимы, они уже взошли, еще и камни не собрали. Это следующая уборка. Эти камни будут в комбайне. Жадка поломалась, шнек поломался, проскочил камень в наклонную камеру, барабан, все смяло, все. Комбайн вышел из строя. Две недели работы, уборки, он простоял. Вот в чем смысл. Это глубина. Это у меня все через сердце прошло. Мы должны быть бережливы, как никогда. Эта бережливость нас спасла. Если бы мы были такими богатыми, как там в Эмиратах или в России, мы бы, наверное, уже попробовали несколько вариантов нашего развития. Мы бы так не экономили, мы бы не социальную проповедовали, а рыночную экономику. А рынок все отрегулирует. Ошиблись? Слушайте, у них нефть, газ, золото, редкоземельные другие металлы, уран и прочее. Они могут эту дырю запросто закрыть. Они могут сделать разворот и другую политику проповедовать. Кстати, что делает сейчас Россия? Она уходит от той рыночной бешеной экономики. Вы помните, мы же их повторяли все время до середины 90-х. Мне сколько труда было сломать ту политику, которую проводили до меня и выстраивать эту политику людскую. Потому что я понимал, что нет столько денег шальных от нефти, газа, из земли, чтобы эту политику, если она неправильная, вернуть обратно и выстраивать новую. У нас с вами большие планы. Мы еще с вами немало сделаем. Но главное, мы должны сделать так, чтобы наши дети, опираясь на то, что сделали мы, сделали больше. Мы должны нашим детям сделать какой-то небольшой задел. Это же наши дети. Они же для нас ценнее, чем мы сами для себя. Их здоровье ценнее, чем наше для нас здоровье. Поэтому надо сегодня сделать максимум. Потому что, как я часто говорю, мы не знаем, будут ли наши дети такими. Смогут ли они работать так, как мы. Пока я этого не вижу. Как бы молодежь не захваливали, но я этого не вижу. Так у нас еще по сравнению с соседями терпимая молодежь. А когда у тебя хорошо, а вокруг не очень, эта зависть режет глаза. Отсюда и часто начинаются войны. Здесь мы возведем уникальный объект здравоохранения. Я бы даже сказал, объект стратегического значения, как Владимир Испан, с гибким функционалом. Четыре крыла. Надо будет отрезать крыло, перекрыть пандемию, еще, а вирусы эти будут бродить еще, не дай бог, еще и хуже. Отрезали, закрыли, лечим там людей специфических. Надо два крыла, отрезали, лечим. Это все сделано специально с учетом нашего опыта прошлого и взглядом в будущее. Поэтому все здесь продумано. Современные условия, удобный доступ для жителей соседних регионов. Связи хорошие. Как часто нынешний губернатор, вчерашний министр говорил, золотой час доставили, сделали. Нынешнему министру поставлена задача, чтобы люди не жаловались на нас. Мы нарисуем красиво, что сошучено за 60 километров или 50 быстро провезем по какой-то там болезни. Везде мы не сможем эту болезнь сегодня лечить. Здесь будет сосредоточено. Но чтобы этого человека вовремя привезли сюда. Мы это отрегулируем. Это дисциплина. Дисциплина руководителей организации здравоохранения в данном случае. Мы это отрегулируем. Министр это уже начал сделать. Владимир Владимирович такой он демократичный человек больше. А нынешний министр надо. Вот такая система должна быть и точка. Но работают сейчас вместе. Поэтому, уважаемые друзья, я хотел приехать на открытие этой стройки. Владимир Владимирович недавно об этом говорил. Хоть и сегодня как-то не с руки было, не по плану у меня. Но я думаю, надо оторваться и побывать здесь, на крайнем нашем Западе. Еще раз сказать вам от имени первого лица, что вы наш. Мы вас никому не отдадим. Мы вас никому не отдадим. Я помню свое первое собрание, еще будучи кандидатом президента. Я его начинал отсюда. Гродненцы мне тогда оказали доверие. Они передо мной, я как сейчас помню, поставили несколько вопросов. Из них такой вопрос звучал. Вы можете нам наконец-то организовать, чтобы мы через границу могли перейти и к родственникам на могилы сходить? Такой был вопрос. Другие были вопросы. Пять или шесть вопросов. Я их записал, сказал, я вам гарантирую. И я их решил. Ну, сейчас они от нас закрылись забором. Но вы видите, что это не моя вина. Это их политика. Они просто воруют. Забор построили, украли в два раза больше. Они сейчас вооружаются на этих вооружениях. Денег воруют немерено. Но это их дело. Посмотрели, закрывались. Мы наоборот открылись. Думаю, пускай ваши родственники, вы, родные, близкие проезжают свободно. Когда-то мы у них топоры и вилки покупали. Были времена 90-е. Сейчас они к нам едут. И дрова готовы у нас купить. Ну, если наши люди есть что-то продать, ну, пусть продадут. Ну, чисто по-человечески. Вот он хочет завербовать литовцев и латышей. Да Господь с вами. Не надо мне это вербовка. Кто ж так вербует? Кого надо, мы уже давно завербовали. Нет, вот пугают людей, безумцы. Ну, я их знаю. Я знаю их родителей. Вот этот Ланцбергис, я еще проклинаю сам себя. Когда-то, когда Литву в советские времена, когда она хотела отделиться, придавливали. Я в группе депутатов поехал этого Ланцбергиса защищать. Его то ли дед, то ли отец, не знаю. Он сейчас на меня там что он только не говорит. Ну, мы это переживем. Мы хотим мирной жизни. Я не хочу, чтобы на исходе моей президентской жизни, все-таки я, наверное, немало сделал вместе с своими коллегами для того, чтобы эта страна состоялась как страна. Я не хочу, чтобы наши люди воевали. Это из личного. А для государства нам тоже. Нам не надо ничего. Я повторяю постоянно это. Нам чужого не надо. Чужой кусок рвет роток. Так в народе раньше говорили, наверное, и сейчас. Я это усвоил. Из своей деревенской жизни. Я не хочу ничего чужого. И всегда говорю, не тронь чужое, не бери. Боком вылезет. Ну, некоторые не понимают это. Это их дело. Поэтому и вам хочу завещать чужого не тронься. Рано или поздно это превратится в катастрофу. Даже если по-хорошему тебя отдают, верни долг. Поэтому я хочу, чтобы вы и ваши дети, ваши внуки жили в спокойной, мирной стране. Пока я президент, пока мои помощники работают здесь, по всей стране, мы будем проводить эту политику. Строительство нового здания городской клинической больницы номер 2 города Гродно. Очередной важный шаг на пути повышения качества жизни и доступности оказания медицинской помощи людям. Получение широкого спектра диагностических услуг, лечения и реабилитации пациентов. Создание условий и активного долголетия граждан. Послание обращается к потомкам, которые откроют его через много лет. С призывом беречь Беларусь. Так же беречо и самозабвенно, как и мы. Спасибо, Александр Григорьевич. Нет, вам спасибо, Гродницы. Вы просто молодцы. Мы будем делать все, чтобы вы были счастливы. Суды на жемчу. Держитесь вместе. Не ссортись только. Всего у нас хватит. У нас земли достаточно. А когда есть своя земля, тогда же не будем нормально. Вы туда посматриваете, ходите, смотрите, можете заехать, что-то купить. Но помните, что потеряете опору и корни свои. Здесь беда. Вот рванули некоторые туда. А сейчас закидали комиссию шведов. С заявлениями. Хотим вернуться. Ну, рассматриваем, смотрим, что он там натворил. Своё надо ценить, чтобы потом не проситься обратно. Конечно, людей жалко. Мы видим, они радовались тогда в социальных сетях. Все показывали себя. А сегодня мы берем эти сети и смотрим, кто чем занимался. Кто там в первых родах шел и готов был убивать с ножами, топорами. Ну, а кто-то очумел просто от пандемии и прочее. Ну, люди должны иметь право на ошибку. Поэтому создана эта комиссия и продлили её полномочия. Людей надо, тем, кто понял, осознал, их надо, конечно, возвращать к жизни. Но только не для того, чтобы разрушать нашу жизнь. Поэтому мне часто говорят, вот поляки, притеснение, я им скажу, ребята, успокойтесь. Здесь мои поляки. Я за них отвечаю. А там по ту сторону границы. Ваши поляки, вы с ними работаете. Ну, простые поляки там хорошо относятся. И литовцы. Понимают, нас хорошо относятся. И мы должны по-белорусски вот так. Должны быть такими гибкими, аккуратными. У меня двойного дна нет в политике. Вот вы услышали, я сказал. Значит, будет так. Будет так, как будет выгодно нашим людям. Вот Гродно до Орши. Где я родился. Спасибо. 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 Спасибо вам за то, что вы приехали к нам на именно такое назначение. Я готов приезжать постоянно, если будет такие. Чтоб только камни собрали и все будет. Ну, камни это частные. Но вообще у нас коллектив и руководители, и всех прекрасно. Губернатора приняли вы? Очень. Так он наш. Почему? А не мой наш? Нет, он наш. Он был во временной командировке у вас. Это правильно. Вы должны понимать, что для меня более солидной должности, чем губернаторами. Губернатор для нас как батька. Он вверху не учил. Я рад. Спасибо вам. Спасибо. 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 Продолжение следует...